Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем беседу о книгах царства. Мы продолжаем читать первую книгу царств, излагающую нам историю царя Давида во время, когда он еще не царь, но когда царствует Саул. Вообще, обращаясь к историческим книгам, и, может быть, в особенности к истории царя Давида, следует понимать содержание этого текста не узко в пределах этого текста, как какого-то исторического или легендарного повествования. У нас есть еще прекрасные тексты, которыми смысл событий передается, может быть, более существенно, чем описание истории. Это псалмы царя Давида. Кто он для Бога, кто он для народа Божьего, так он слабый, чьи мы говорим не о народе Божьем, как только о израильском народе, ветхозаветный период, но о всей церкви и сегодня. Кто он таков и что значит его жизнь и все его деяния, псалмы передают еще существеннее, чем исторические книги. И вот в псалмах мы постоянно встречаемся с таким утверждением, как, во-первых, в 45-м псалме «Бог нам прибежащие силы». Еще раз напомню, Бог – герой Библии. История жизни царя Давида не просто биография одного из исторических лиц. Как вся история Израиля, она значительнее, чем часть мировой истории, потом другим там историям, как греческой, римской, китайской или индийской. Как таковая история библейская израильского народа, она небогата, ну, в отличие, скажем, от других цивилизаций. И в музеях почти нечем ее продемонстрировать. История Израиля имеет другую суть. Она, как малая закваска, преображает самый смысл всей истории человечества как такового. Подобно тому, как жизнь пророка имеет предназначение направить судьбу целого народа. Так и история Израиля. Она есть начало истории церкви. А церковь – это не одно из мировых государств. Это царство Бога. И Давид, хоть и становится царем в конкретном время, в конкретном царстве, но он не заступает собою господства единственного господина, Господа, Бога. Он сам подчиняется ему. И этим уникальное его царствование. Бог выбирает Давида своим помазанником, потому что в нем пророческий дар мог никогда не угаснуть, не отступить перед возможностью неограниченной власти. И, как скажем, неограниченной власти добивался Саул. Потому псалмы и лучше свидетельствуют о личности Давида, чем факты те или иные его биографии. Потому что биография содержит как благородные, так и низкие поступки в жизни Давида. И неудивительно, например, что некоторые псалмы, не только из 136, о котором мы уже говорили, на реках Вавилонских, но и другие, они относятся к другим временам истории. Составители писания подчеркивали таким образом авторитетность этих текстов. И так не только оставители священного писания, но и даже в средние века, скажем, те или иные записи исторические, там, хроники или наши летописи, например, они надписывались, или книги, скажем, уже в новозаветные времена крикних ранних христианских писателей могли быть надписаны авторитетным каким-то именем того или иного учителя церкви, а относиться, может быть, могли конкретно не к нему. Просто традиция, надо помнить, традиция предания церкви, которая, собственно, является в значительной степени церковь, является в значительной степени автором священного писания, носителем предания и поэтому автором священного писания. Церковь опытом своего общения с Богом сознаёт, чей авторитет подтверждает истинность того или иного текста, в данном случае Давида. Авторитет подтверждает авторитетность всех псалмов, которые содержатся в книге Псалтирь. Во всех этих текстах, как и других текстах священного писания, сохранялся важнейший смысл судьбы Израиля, мессианский смысл. Он в том состоит, чтобы нести свет во откровении языков, как сказал великий старец святкозаветный Симеон, когда взял на руки Христа спасительным младенцем. Свет во откровении языков, нести свет во откровении народов предназначался для этого весь опыт Израиля, выраженный в предании, прежде всего в Писании. И таким светом, в конечном счёте, становится потомок Давида, которому и будет принадлежать царствование в истинном его смысле. О нём, то есть о Христе, о Мессии, Давид пророчествует словами для учителей и книжников непонятными. Он говорит, это Псалом 109, «Сказал Господь Господу моему, сиди, о десну, и меня, доколе положу у врагов твоих под ножи и ног твоих». Слова эти исключительно важны, ими указана судьба избранного народа. Там, где этот народ хранит верность Богу, совершается победа Бога. Поэтому коварство противников Давида должно быть наказано беспощадно. Вот, например, в пустыне Фаран Давид, там он, когда во времена преследований от Саула скрывался, оказал покровительство пастухам некоего Навала. И было время стрижки овец. Это такой обыкновенный праздничный период. В это время люкуют, торжествуют и, в общем, угощают, приглашают гостей. Пришли люди Давида, как бы сказать, ну, поучаствовать в этом торжестве Навала. А тот, как человек грубый, обошелся с ними не то, что неласково, а жестоко. Хотя Давид со своими людьми могли бы в свое время тоже притеснить пастухов Навала. Однако этого не делали. Скорее, наоборот, покровительствовали им, защищали. Так вот, в ответ на это негостеприимство Давид готов был мстить. Дело спасла мудрая женщина, жена Навала, Авигея. Она, когда узнала, что так обошелся Навал с людьми Давида, собрала дар, то есть продукты, которые были очень нужны людям Давида, и пришла, поклонилась и сказала, что просит милости Давида. Давид отвечает так. Да, сказал Давид, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за доброе. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене. То есть это формула такая, означающая, что никто не будет жив, только младенцы самые малые. Авигея заглянует Давида не мстить, не приливать крови, и она говорит очень важные слова. Прости вину рабы твой, Господь непременно устроит Господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Это слова как бы пророческие. Авигея говорит, что он не должен быть вновником зла, потому что совершает дело Божие. Он ведет войну Господа. Через Давида совершается победа Бога. Так и Навал был наказан не мечом Давида, а был наказан самим Богом, так сказано. Дни и через десять поразил Господь Навал, и он умер. Ну, авигею Господь жал себе жены. То дело не только в том, что она женщина красивая и умная, но вот такое, значит, принять свой гарем жену того, кто побежден, означало как бы совершенную победу над ним. В 26-м псалме мы читаем так. «Не предай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня, сверети и лживые. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Или в псалме 62-м. «Ты помощь моя, и в теле крыл твоих я возрадуюсь». Так обращается Давид к Богу. «Десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибли души моей, сойдут по исподней земле». Мы тут узнаем, что все опасности, переживая Давидом, оборачивались свидетельством верности Бога своему помазаннику. Но, между тем, Саул по-прежнему одержим желание погубить Давида, а тот снова получает возможность расправиться с Саулом. Дело было так. Он со своим помощником, Овесой, пробрался в шатёр Саула, и вместо того, чтобы, как желал Овеса сам проткнуть Саула копьём, Давид только взял копьё Саула и сосуд, который был у головы его, крови не пролил и сказал Овесе, «Меня да не попустит Господь поднять руку на помазанника Господня». Да, когда Саул об этом узнал, то Саул, конечно, признал, что Давид одержал верх. Давид же, в свою очередь, сказал так, «И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да погроет он меня, и да избавит меня от всякой беды». И тогда сказал Саул Давиду, «Благословен ты, сын мой Давид, и дело твоё сделаешь, и превозможешь». Но тут Саул признал, что Давид превозможит, хотя Саул по-прежнему не желает уступать Давиду. Тут вот какая-то гордыня в нём напряжённо превозмогает. И пошёл Давид своим путём, а Саул возвратился в своё место. Саул сознавал, что приближается правление Давида, но продолжал его преследовать, не оставлял намерения погубить его. Тогда Давид ушёл под покровительство гевского царя Анхуза в земле филистинской. Там этот Анхуз передал в правление Давиду город, чтобы обеспечить существование Давиду и его приближённых. Город Сегелак. Он рассчитывал, таким образом, этот филистинский царь на поддержку Давида в случае битвы с Израилем. Понятно, что филистинские вельможи подозревали, что Давид не станет с ними сотрудничать и предрастили Гали от этого своего царя. Тем временем, пока Давид был с Анхузом, амаликитяне разграбили город Сегелак и увели оттуда всех женщин и детей, в том числе и двух жен Давида – израильтянку Ахиному и Авигею Кармелитянку, бывшие за навалом. И вот тогда Давид, конечно, не уступает этим амаликитянам. Он решается на преследование, но берёт эфот и вопрошает Бога. Преследовать ли мне это полчища и догоню ли я их? И сказано ему – преследуй, догонишь и отнимешь. Это 30 глава первого геоницарства. Так и вышел. Давид каждое своё намерение предоставляет волю Божьей. Так что в борьбе Давида с рогами побеждает Господь Израилев. Добычу, отнятую у амаликитян, Давид поровну делит со всеми своими соплеменниками, несмотря на то, что те, кто конкретно помогал в том преследовании, в той битве, возмущались, как это люди, не участвовавшие в войне, получат часть трофеев. Но это была благодарственная жертва, эти трофеи. И Давид, уповая на милость Божью, убеждён, что в ней не должно быть корысти. Это победа ради всего народа, потому так поровну роздана была и эти трофеи. Снова была битва с фаллистинами царя Даула, в которой он потерпел жестокое поражение при горе Галвуя. И в 31 главе говорится о смерти Саула, его сыновей, в том числе Анафана. И этим кончается первая книга царства. Всего не закончим на этом. В следующей беседе перейдём к комментированию, учтению текста второй книги царства. До следующей встречи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...